Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели и это девиз программы «Лобби-холл на Ветте». Меня зовут Станислав Уланов. Как мне кажется, такого технологического скачка, как в отрасли связи за последние 20-30 лет, не было больше ни в одной другой отрасли. Но чем больше делается, тем больше такое ощущение, что еще предстоит сделать. О том, насколько близки мы к устранению цифрового неравенства, что у нас происходит в отрасли в Пермском крае, мы поговорим с сегодняшним гостем в студии. Генеральный директор НПО «Импульс» Петр Смирнов у нас в гостях. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы редко слышим о независимых операторах в связи. В основном в рекламном поле, назову его так, это вот эта вот большая четверка. Расскажите, чего вообще частная компания может достичь и на что может претендовать сегодня на рынке услуг в Прикамье? И какую нишу занимаете вы? Ну, независимых, наверное, не совсем корректная формулировка. Все мы операторы так или иначе зависимые. Наверное, правильнее сказать, альтернативные операторы. Мы так себя называем. Ну, можно сказать, альтернативная. Альтернатива чему? Альтернатива кому, понятно. Основной оператор, ведущий оператор связи в России – это Ростелеком. Вот мы, компании такие, как наши, являемся альтернативными операторами услуг связи. Спектр наших услуг, как и у большинства альтернативных операторов связи – это доступ в сеть интернет, предоставление местной телефонной связи, предоставление цифрового телевидения. Сотовую связь мы не оказываем, потому что сотовая связь – это перерогатив большой четверки. Этим мы и не занимаемся. Услуги мы оказываем по всему Пермскому краю, где мы построили свои сети. Ну, естественно, это и сам наш город. Большая часть – это северная часть Пермского края. Сейчас активное строительство начали вести на южном направлении края. В данный момент это Верещагинский, Очерский район. Планируем развиваться в Иинском. В ближайшие дни начнем строить в Большесосновском районе. Ну, получается, что таким компаниям, как ваши, выгоднее осваивать новые территории или есть возможность побороться за клиента, в том числе в уже освоенных территориях, в крупных городах, таких как Пермь, Березники, Соликамск? На самом деле и в крупных городах охвачены далеко не все желающие получить эту услугу. Так, частный сектор у нас проникновение даже в Перми очень и очень низкое. Ну, надо понимать, что большие многоэтажные дома уже наполнены операторами. По три, по четыре, по пять операторов в каждом доме. Тут уже, в общем-то, неинтересно услугу оказывать. Абонент переходит от одного оператора к другому. Тут этот рынок уже насыщен. А вот в частном секторе наших услуг не хватает. Не так давно операторы начали оказывать услуги в прилегающих районах к городу. Потому что, ну, поближе, казалось бы. Но тенденция идет к тому, что и мы не первые, скажем так, и не последние. Начинают и другие операторы идти в села, в небольшие населенные пункты. Хотя, конечно, коммерческая выгода там не такая, как если построить дом на сто квартир, затраты минимальные, обслуживание минимальное. Или те же самые сто домохозяйств обслуживать в селе – это совершенно другие затраты, другие хлопоты. Платежеспособность населения в селе, как правило, значительно ниже, чем в городе. Это сложнее. Но мы ищем своего клиента. Ну, вот у вас какая мотивация, соответственно, я так полагаю, что это сопряжено с дополнительными затратами, если вы приходите в какой-то малонаселенный пункт. У нас даже по государственной программе по устранению цифрового неравенства там тоже ограничено же число жителей населенных пунктов, которые в первоочередном порядке оснащаются вот этими технологиями доступа в интернет. Изначально мы же начинали строить магистральные линии связи. То есть это кабель, который соединяет между собой большие города. Так или иначе, этот кабель все равно проходит мимо каких-то городов небольших, через села. Все равно устанавливаются узлы связи для регенерации сигнала в магистральном кабеле. Почему бы там было не начинать оказывать услугу? С этого мы именно и начинали. Так или иначе, это дополнительный доход. Есть населенные пункты, которые мы называем планово-убыточные. Дорого обслуживать, дорого оказывать услугу для нас. Экономической выгоды, казалось бы, там нету. Но нам все равно туда надо ездить, в эти населенные пункты. Нам все равно надо там работать, потому что нам надо обслуживать свое оборудование. Поэтому одно другому не помешало. С этого мы и начали. Сейчас новые технологии пришли. Где-то упрощение в строительстве, удешевление. Находим способы опыта, накопили. Как где-то можно сэкономить, чтобы услуга все равно оказалась нам выгодной. Оказываем услугу в небольших населенных пунктах. Так что я считаю, что при желании работать, заработать можно в любом месте. А вот в этих территориях вообще услуга востребована? То есть людям интернет-то вот этот самый, он нужен им вообще? Или люди живут себе на лоне природы и технологии им постольку поскольку? Мы все так или иначе, просто мы в городе раньше стали зависимы от связи. Мы сейчас уже не представляем свою жизнь без интернета, без сотовой связи, без своей мобильности. Да, на самом деле в селе такого не было еще несколько лет назад. Людям это не очень было надо. Но, как говорится, аппетит приходит с едой. Вот когда попробовали, когда понимают, что это такое. Очень много примеров, когда жители устанавливают себе интернет только ради того, чтобы их дети или внуки из города к ним приезжали на лето. Потом появились закупки в интернете. Это же для многих стало открытием, огромным открытием. Свобода общения сейчас соцсети привлекает. Очень сильно повлияло развитие в селе интернета. Необходимость развития – это школы. Потому что образование, сегодняшнее образование без интернета, оно просто невозможно. Потому что сейчас и электронные дневники, и задания, все это выкладывается в интернете. Учителей обязывают работать в интернете. В селе раньше это было невозможно во многих селах. Да и сейчас многие села страдают еще из-за отсутствия хорошего качества интернета. Потому что не только в школе у нас, когда были программы государственные, заводили в школу, подключали к интернету. Сейчас планируют новую программу, чтобы скоростной был доступ в интернет. До этого было спутниковое подключение, где совсем плохо, где не было никакой возможности, кабеля не было. Ни у кого из операторов подключали к спутниковому интернету. Но качество спутникового интернета оставляет желать лучшего, опять же, и стоимость. В школе подключили – хорошо, но надо же делать уроки дома школьникам. Надо учителям дома тоже готовиться как-то к завтрашнему дню без интернета. Это невозможно. Именно это и повлекло необходимость развития в селе. Люди стали его просить, людям он стал просто необходим. С вашей точки зрения, как с точки зрения человека, который занят в этой сфере профессионально, насколько это устранение цифрового неравенства в широком смысле неприменительно к конкретной государственной программе у нас все-таки происходит? То есть можем ли мы говорить о том, что связь в Пермский край приходит семимильными шагами, или пока это вот такое переминание с ноги на ногу, и темпы оставляют желать лучшего? Темпы оставляют желать лучшего. Ну, спрос рождает предложение, спрос появился. И, в общем-то, последние годы надо сказать, что все-таки связь в села начала приходить. И я думаю, что в ближайшие годы она придет туда с хорошим качеством, и мы, в общем-то, наполним села хорошими услугами, качественными. Вообще, на самом деле, любая оценка, мне кажется, не будет полной без сравнения с кем бы то ни было или с чем бы то ни было. Вот если мы говорим о связи, хочется сравнить себя с соседями, вообще в целом с другими территориями России. Я знаю, что вы не так давно вернулись из края, который с точки зрения пространства, протяженности территории нашему-то еще фору даст из Якутии. А вот расскажите, как там со связью? Все ли так же напряженно пока, как у нас? Или есть нам чему поучиться, или есть нам чему поучить? Вот так вот сформулирую вопрос. Вы правы, Станислав. В Якутии очень большой регион. А характеризовать полностью качество связи во всем регионе невозможно. Потому что где-то, так же, как у нас в самом Якутске, с услугами связи все прекрасно. Есть еще города, где все хорошо. Но есть, где вообще связи не было. И мне, знаете, некоторые районы Якутии напоминают Пермский край 10-15 лет назад, когда люди еще не знают, что такое безлимитный интернет. То есть они считают, помните, как мы считали, по секунды, минутам, мегабайты, сколько он скачал. Стоит ему этот фильм качать, или лучше на машине съездить за 100 километров и этот фильм на диске купить. Вот примерно то же самое. Сравнивать можно Пермский край. Мы работаем много лет уже в Пермском крае, в Кировской области. В принципе, вот здесь это у нас услуги сравнимы. Там сейчас только приходит то, что вот у нас было, начиналось 10 лет назад, когда появился кабель оптический, когда появились безлимитные интернет. То есть со строительством оптического кабеля, который мы прокладываем по республике в восточном направлении. Мы прокладываем кабель на данный момент в планах, конечно, огромные планы развития наших услуг в Якутии. Там, где мы уже построили, в те поселки, которые пришла уже услуга. Конечно, менталитет у людей меняется очень. Знаете, когда только услугу даешь, люди не верят, что это безлимитный интернет. Думают о том, что будут списываться какие-то деньги. Да, да, да. Они проверяют. Да, действительно, безлимитный. Первое, что начинают делать, это забивать свои жесткие диски. Они пытаются скачать весь интернет себе на компьютер. Проходит какое-то время, 2-3 месяца, люди начинают привыкать и забывают, а как было раньше. И даже вспомнить этого не могут. Раньше что было? По-мегабайтно? По-секундно? Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Слушайте, но вы кладете кабели, провода там, где погодные условия зачастую еще более суровые, чем у нас. Вот как пермская компания получила возможность, у вас опыт соответствующий компетенции, навыки связи, возможно. Как так получилось, что именно вы ведете Якутию к будущему в новой цифровой формации? Ну, безусловно, конечно, опыт, который мы набрались в нашем регионе, в соседних областях, с этим багажом, с этим опытом, со своими знаниями. Мы и пошли в Якутию, там, где, в общем-то, ну, никто не хотел развивать услуги населения, там живет. Если взять официальные данные, конечно, в Якутии не так много жителей, но там очень много находится людей в командировках. Спрос есть, огромный спрос на услуги есть. Тем более люди приезжают в командировки из других регионов, где была хорошая связь. Им нужна связь со своими родственниками. Очень приятно по видео, по телефону пообщаться со своим ребенком, со своей супругой, родителями. Поэтому, безусловно, спрос огромный. Из-за этого, наверное, мы туда и пошли. Учитывая тот характер, как люди пользуются связью, я так полагаю, что это еще и такая социальная миссия. Потому что, действительно, связать членов семьи, которые находятся далеко друг от друга посредством интернета, связи, это, я думаю, дорогого стоит. Я начал нашу программу с развития технологии. И, действительно, если вспомнить о том, как мы жили там 20-30 лет назад, ну, вообще, на самом деле, в это уже с трудом верится, что не было такого количества сотовых телефонов, не было такого интернета. Если попробовать заглянуть в будущее на 5-10, может быть, чуть больше лет, как, по-вашему, как будет выглядеть вообще эта отрасль, инфраструктура, сфера, наша жизнь? Потому что связь сегодня оказывает на нее первостепенное влияние. Знаете, Станислав, я не вижу особенно коренных каких-то изменений в будущем, в технологиях именно. Потому что то, что мы сейчас получили, в общем-то, мы получили достаточно интересные уже услуги, да, мы можем уже практически все с помощью услуг связи, чего добивались, чего хотели. А в будущем, скорее всего, но не скорее всего, однозначно, это будет улучшение качества этих услуг. Потому что все равно, обращайте внимание, как пользователь, иногда едешь, опа, интернет, на телефоне что-то медленно работает. Вот над этим будут работать. Где-то бывают аварийные ситуации, будут организовываться резервные каналы связи для организации более бесперебойных услуг, оказания услуг. Вот я думаю, что основное направление это будет для улучшения качества связи работаться. Как таковых изменений в технологии я не предвижу серьезных. Ну и вот что касается ваших планов, я думаю, применительно к ним многие наши зрители, те, у кого сейчас нет возможности пользоваться всеми современными механизмами. Но, учитывая, что мы 21-я кнопка, канал, который обязательно должны транслировать операторы связи в своих цифровых пакетах в территориях, я думаю, все-таки эти люди нас смотрят. И многие из них, когда вы будете отвечать на мой следующий вопрос, будут так с замиранием сердца слушать ваш ответ. Какие планы, значит, куда собираетесь зайти в Пермском крае, какие территории готовитесь осваивать? Ну и в целом, на основе вашего ответа, постараюсь сформулировать у себя в голове видение перспектив отрасли в целом. Знаете, Пермский край, мы практически уже оставили строительство в свое время. То есть мы построили вот там, где у нас была магистральная линия, это северные районы, и ушли в Кировскую область. В Пермском крае уже практически у нас строительства не велось, развития не было. Но в последние буквально полтора года опять активизировалось желание населения в развитии этих услуг. Мы увидели, что действительно они стали нужны, очень востребованы. Ну, видно, люди проснулись все-таки. Мы вернулись к этому вопросу. Мы начали строительство в Верещагинском районе, проводим в Очерском районе, в Уинском, в Большесосновском, повторюсь, районах. Вот это вот ближайшие наши перспективы, планы, где мы будем развивать услуги. То есть строить кабель оптический, предоставлять широкополосный доступ в интернет для населения, ставить антенны мачтовые сооружения для предоставления возможности сотовым операторам на них размещаться и оказывать услуги сотовой связи. А вообще какое участие вам необходимо? Ну, то есть вот я понимаю, надо рассчитать экономику в первую очередь, когда частная компания принимает решение вложиться в тот или иной проект. Про жителей мы уже поговорили, власти территории, как реагируют на новые возможности, которые, по сути дела, район получает от того, что территории оснащаются интернетом? Наверное, как раз главы районов и является одним из важных стимулирующих факторов, которые заставляют нас, просят нас приходить в их районы. Как говорится, кадры решают все. Поэтому есть районы, где услуги связи развиты очень хорошо, есть районы, которым кажется, что не надо. Но мы же не общаемся с каждым человеком, мы же общаемся с главами. И вот решение этих глав, их поведение, их интерес и инициативы глав порой определяет, куда мы пойдем в дальнейшем, где мы будем развиваться. Так вот, по Якутии вы меня спрашивали, хотелось бы отметить главу Таттинского района Михаила Михайловича. Вот благодаря ему в Таттинском районе услуги связи развиваются намного быстрее, чем в некоторых соседних районах. Все зависит от его желания, от его напора, от его стремления нам помочь в каких-то вопросах. Потому что очень много вопросов с легализацией, прежде чем что-то построить, надо же много процедур провести. А администрации в этих вопросах могут помогать, могут не помогать. Могут очень хорошо помогать. Это влияет на скорость прихода услуг, скорость их развития в районах. Ну вот, получается, несмотря на то, что говорим о технологиях, о связи, о новых технологиях, а все-таки человеческий фактор в наше время оказывается первостепенным. Вам спасибо за то, что были у нас в студии. Ну и желаю больше взаимопонимания и, как говорится, чаще встречаться. Мы будем рады видеть вас снова. Спасибо. Вы смотрели «Лобби-холл» на Ветте. Сегодня у нас в гостях был генеральный директор НПО «Импульс» Петр Смирнов. Меня зовут Станислав Уланов. Увидимся на Ветте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова